Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Здравствуйте и смотрите в этом выпуске. Выпускают на линию малоавтобусов, срывают госконтракты. Пассажироперевозчиков в край все чаще признают недобросовестными поставщиками. Таежный гречишный Дягилевый. Насколько выросла цена на алтайский мед в этом сезоне? Искусство, рожденное под залповым огнем. Алтайский боец СВО сочиняет музыку на фронте. Два человека пострадали сегодня на пожаре в Новоалтайске. По данным спасателей, утром на улице промплощадка загорелась автоцистерна с отработанным маслом. Пожар классифицировали по рангу повышенной сложности. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, однако благодаря усилиям бойцов пожар потушили спустя несколько минут. На месте происшествия были задействованы 7 автоцистерн и 29 пожарных. Пострадавших с ожогами госпитализировали в городскую больницу номер 3. Причины возгорания устанавливаются. Больше 350 жалоб и обращений за первое полугодие поступило в край на действия заказчиков в сфере госзакупок. И практически в половине случаев алтайские антимонопольщики находили нарушения закона о контрактной системе. Чаще всего в сферах здравоохранения, строительства дорог и благоустройства территорий. При этом нарушений хватает и среди поставщиков услуг. Вопросы контроля в сфере госзакупок обсудили сегодня на пресс-конференции в Барнауле. К типичным нарушениям со стороны заказчиков специалисты относят неправильный отбор участников закупок. К примеру, в тех заданиях специально прописывают такие условия, при которых выиграть торги может только определенный поставщик. Еще одно частое нарушение – установление специфических требований к закупке. Так, в один заказ заказчик необоснованно включает сразу несколько товаров работы услуг, которые не связаны между собой. Что касается недобросовестных поставщиков услуг, то таковыми нередко признают пассажироперевозчиков. К примеру, один из барнаульских предпринимателей заключил договор на осуществление регулярных перевозок по 37 маршруту по максимальной цене контракта на сумму 5,5 миллионов рублей. Но условия исполнял ненадлежащим образом. По условиям контракта, начиная с января 2024 года, предприниматель должен был обеспечить на маршруту работа пяти автобусов малого класса будние дни и четыре выходные. Однако перевозчик не исполнил взятые на себя обязательства. Фактически, начиная с 8 января на маршруте в будние дни работал только один автобус, а выходные перевозки не осуществляли вовсе. В итоге контракт с пассажироперевозчиком был расторгнут, и барнаул лишился одного из востребованных автобусных маршрутов. Предприниматели включили в реестр недобросовестных поставщиков. Всего за шесть месяцев такой список аутсайдеров отнесли 52 поставщика услуг. Все это говорит о том, что исполнение госконтрактов по-прежнему не обходится без проблем, и контроль за действиями участников сферы необходим, резюмировали специалисты. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. На 50% увеличится производство без азбестовых тормозных колодок и накладок на барнаульском заводе АТИ. Сегодня здесь открыли еще один цех. Почему алтайская продукция становится все более востребованной на российском рынке, расскажем далее. Три, два, один. Праздничное событие, на которое съехалось множество гостей, приурочено к открытию второй очереди цеха по производству без азбестовых тормозных колодок. Впервые эту продукцию на заводе начали выпускать еще в 2018 году в рамках программы импортозамещения. Завод, который выпускает тормозные системы, на самом деле вовсе не тормозит, а активно газует в будущее. Поэтому вам успехов в текущем проекте. Ждем от вас новых проектов. Всегда, конечно, коллеги готовы вас поддержать. Продукция из экологически чистых материалов пользуется большим спросом. На вторичном рынке запчастей для иностранных грузовиков и автобусов изделия себя хорошо зарекомендовали. Поэтому руководством предприятия было решено увеличить мощности. Помог в этом льготный кредит в 157 миллионов рублей от Фонда развития промышленности России. На сегодняшний день мы расширили цех еще на 1200 квадратных метров. Было закуплено очень много оборудования, некоторое дублирующее, некоторое новое вообще, которое у нас до этого в цехе не было. Появились и новые рабочие места. Сейчас добавилось 10 сотрудников. К середине следующего года производство планируют перевести в круглосуточный режим. А значит, трудоустроить можно еще 20 человек. Самые востребованные профессии сейчас химики-технологи, прессовщики и шлифовщики. Теперь в общей сложности объем производства безазбестовых тормозных колодок и накладок увеличится на 50%. Продукция импортозамещения выпускается. Она важна заводам нашей страны, потому что извне сейчас такую продукцию не завезешь. То есть эта продукция открывает новые возможности для предприятий, которые занимаются автомобилестроением. Причем речь не про какие-то малые предприятия, а про известных автогигантов сферы. БелАЗ, МАЗ, КАМАЗ, Уралвагонзавод. Фрикционные изделия поставляются для рельсового транспорта. Трамваев, вагонов метро, скоростных пассажирских поездов типа «Ласточка» и «Иволга». Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Добросовестный труд и профессиональные заслуги трех десятков жителей накануне высоко отметили в регионе. Руководителям, а также рядовым рабочим промышленных предприятий, токарям, фрезеровщикам, клепальщикам и другим специалистам вручили почетные федеральные и краевые ордена и медали. Награждение прошло во время праздничного концерта, приуроченного к Дню промышленника края. Этот праздник по инициативе губернатора на Алтае отмечают второй год. Глава региона и руководители профильных ведомств отметили, что промышленность края в последние годы активно развивается. А для нужд оборонного комплекса она производит целый ряд стратегически важной продукции. К тому же выпускаются и своего рода уникальные для страны изделия. Так только на алтайских предприятиях производят авиашины, современные топливные системы и тяжелые колесные диски. В сфере промышленности сегодня трудится порядка 100 тысяч человек. Среди них немало почетных работников, которые посвятили своей профессии не один десяток лет. Так, больше 50 лет на заводе «Ротор» работает токарь Михаил Дорофеев. За заслуги перед Отечеством он удостоен медали Ордена второй степени. Самое важное – это любовь. Любовь к своей профессии. Без этого ничего не получится. Если через силу что-то делать, это нет. Будешь любить свою профессию, все у тебя получится. Между тем, промышленные умы продолжают развивать предприятия Алтайского края. Выпускник магистратуры Алтайского технического вуза разработал и внедрил в производственный процесс технологию, которая позволила сократить затраты предприятия. Что за разработка и какие еще от нее есть плюсы, расскажет Юлия Щепина. Наносится на поверхность контролируемого объекта пенитрат. Так, на Барнаульском предприятии редукционно-охладительные установки проводят контроль качества изделия. «Мы уже сразу можем увидеть несплошность в виде несплавления». А это Тимур Вахитов, выпускник Алтайского технического. С 2022 года он работает на этом предприятии и уже успел хорошо себя зарекомендовать. В рамках своей выпускной магистрской работы Тимур не просто модернизировал процесс плазменной наплавки, но и внедрил его в производство. В качестве присадочного материала до этого базовая технология подразумевала использование этого порошка. Такой порошок на предприятии использовали около 10 лет. Однако отдел сварки предприятия занялся поиском более дешевого присадочного материала, который бы обеспечивал высокую твердость. В связи с санкциями, материал, порошок наплавочный, он содержит дорогие металлы, кобальт, вольфрам. И цены на порошок импортные сильно возросли. То есть очень сильно возросли и стало очень нерентабельно производить. Такой материал нашли, а Тимур обосновал возможности его применения. Это высоколигированная хромоникелевая проволока. Такой сплав. Мы его испробовали и получили хорошие результаты. Мы на образцах свидетелях. Это обычные заготовки. Наплавляли на пробных режимах пробные валики. Шлифовали. Получали результаты. То есть исследовательская часть моей магистрской работы заключалась как раз таки в замерах твердости, проверке соответствия химического состава и металлографический анализ. Это современная проволока российского производителя – оптимальный вариант, который дешевле, чем порошок, в три раза. После процесса плазменной оплавки проволокой у нас получается вот такая поверхность. Кстати, это не единственное достоинство проволоки. С санитарной точки зрения повысилась безопасность для сотрудников, так как порошок содержал вредные вещества. Да и процесс плавки теперь более быстрый и менее трудоемкий. Добавим оборудование на предприятии, модернизировали под проволоку. Тимур принимал в этом активное участие. Он очень толковый, грамотный парень. Довольно быстро все это прошло. Он, значит, склад сделал большой и мы, дай бог, уже второй год работаем по этой технологии. Получаем те же самые детали с теми же самыми свойствами. Ну, практически в три раза дешевле. А Тимур Вахитов не останавливается на достигнутом. В планах освоить робототехнический комплекс, лазерную наплавку, использовать ее для нашей номенклатуры изделия, расширить. Увеличить производительность. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Завтра в Барнауле пройдет обучающий интенсив Союза журналистов России «Инфорум». На мероприятии выступит председатель Союза журналистов страны Владимир Соловьев. Мастер-классы, лекции проведут также и федеральные специалисты в области современных СМИ. Они поделятся опытом и ответят на вопросы региональных журналистов. А что касается Владимира Соловьева, то он откроет дискуссию на тему роль журналистики в освещении социальных вопросов. Инфорум пройдет завтра, 16 августа, в конференц-зале по адресу Пушкина, 11. Под звуки залпового огня сочиняют музыку и помогают школе искусств на Донбассе. Мобилизованный из Алтайского края командир минометной батареи с позывным «Симба» рассказал в нашей съемочной группе о том, почему он начал писать музыку на фронте и почему считает своим долгом помогать маленьким музыкантам Донбасса. Кадры словно из художественного фильма о войне. Но это не кино, а реальная жизнь. За пианино в полуразрушенном здании Бахмута солдат СВО с позывным «Симба». Парень – один из первых мобилизованных с Алтайского края. Как сейчас помню, звонит брат утром, говорит, тут какая-то фигня. Пришла повестка, мать плачет, что-то, говорит, не так. И все, вот это все вот так опустилось, загрустили. Ну, все, предпринимательству хана будет, всему хана, но ничего. Мобилизованный собрался, поехал в родной горняк. Оттуда на сборы в Омск. В это же время его земляки тоже уезжали, только в другом направлении. Проезжая мимо Веселоярска, есть граница с Казахстаном, Веселоярская таможня. Там такие колонны километровые были. И ребята, это у моего возраста, крепкие ребята. Вот. Тоже ехали в другом направлении, но чтобы не попасть в такую историю, в какой мы сейчас все находимся. А это общая беда, общая проблема. Сейчас в то время, когда не должны вы разбегаться, а когда должны, наоборот, все сплотиться. Прилет снаряда на расстоянии вытянутой руки, прилет дрона Камикадзе. За два года фронтовой жизни Симба не раз висел на волоске от смерти. Сначала боец служил в артразведке, после пошел на повышение. Сегодня он офицер, командует минометной батареей на бахмутском направлении. А в перерывах между боями музыка лечит свои раны. Передвигался небольшой группой с товарищами, зашли в один из домов и вот обнаружил пианино. И сел что-то, тоже уставшие были, сел что-то, тыкал-тыкал на клавиши эти. И вот получилось такое небольшое произведение. Нот не знаешь, грамматики не знаешь, ну, что слышишь, что чувствуешь. Музыка – это что? Это передача чувства, эмоции человека. Помимо боевых действий, Симба успевает заниматься и волонтерской деятельностью. Вместе с Народным фронтом организовал сбор музыкальных инструментов для школы искусств на Донбассе. В школе необходимы музыкальные инструменты – это гитары шестиструнные, акустические, скрипки. Пианино у них есть, пианино им хватает, тоже уже побрякали там. В основном это какие-то бытовые предметы еще, тетради для учебы, нотные вот эти тетради. Народный фронт уже передал две скрипки от неравнодушных. Но для полноценного образовательного процесса требуются дополнительные инструменты. Ученики в знак благодарности организуют концерт, а волонтеры, в частности наш Симба, запишут видеопривет от маленьких музыкантов. Кстати, боец сейчас в отпуске, но уже на следующей неделе вновь отправится на передовую к своим ребятам. До отъезда солдату нужно многое успеть, но самое важное – побыть с семьей и насладиться небом, которое, к счастью, не тревожит удары беспилотников. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Коронавирусные летучие мыши появились в Сибири. Их обнаружили специалисты Томского и Дагестанского университетов. Образцы мыши были взяты в горах Алтая и Кузбасса. В материалах нашли вирус короны, похожий на азиатский и европейский. Все потому, что сибирские мышки – представители обоих континентов. Ученые заявляют, что Сибирь может стать плавильным котлом, где в популяциях летучих мышей одновременно циркулируют и эволюционируют вирусы. Такие исследования помогают выяснить, какие болезни грозят местным жителям и как с ними бороться. А еще в соцсетях уже шутят и просят не есть летучих мышей. Человечество помнит, к чему это приводит. Мясная площадь и Медовое кольцо откроются в парке Изумрудный. Гастрономические улицы появятся там в рамках фестиваля «Алтайские бренды». В прошлом году он собрал порядка 30 тысяч человек. Наша съемочная группа узнала, чем на этот раз будут удивлять гостей фестиваля. Это кадры с прошлогоднего фестиваля «Алтайские бренды». Тогда в парк Изумрудный пришло порядка 30 тысяч человек. Кстати, в том числе и знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов. В этом году снижать планку никто не собирается. Программа фестиваля, на котором алтайские производители представляют свою продукцию, и на этот раз масштабная. У нас уже почти 80 алтайских компаний, которые будут предлагать свои продукты, напитки и развлечения. Все тематические зоны мы называем улицами. У нас будет Сырный бульвар, Медовое кольцо. У нас будет Мясная площадь, Молочная площадь, площадь улиц Алтайских круп и так далее. Смысл этого фестиваля и идея этого фестиваля как раз показать нашим жителям, нам с вами, гражданам, нашим детям, нашим родителям, бабушкам о том, что же все-таки у нас делается. Кто, чем мы богаты, а мы действительно богаты. И это как раз будет продемонстрировано. Мраморная говядина, алтайские раки, сыры и десятки других продуктов смогут оценить гости фестиваля. По мнению организаторов Управления края по пищевой промышленности, такие мероприятия укрепляют престиж алтайских брендов и помогают им выходить на полки крупных торговых сетей. Кстати, помимо развлекательной части, а будут и концерты, и детские площадки, и фотозоны, в парке развернется ярмарка вакансий в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. Также, чтобы привлечь внимание к местным брендам, на фестиваль пригласили шеф-поваров из других регионов. Они устроят кулинарную битву. Это будет интересно, это будет зрелищно. Это можно будет попробовать, посмотреть интересные рецепты авторских шеф-поваров. Я думаю, там будут приготовлены какие-то эксклюзивные блюда, которые не в повседневной жизни хозяйки и жители Алтайского края не готовят. До фестиваля осталось чуть больше двух недель. Он пройдет 24 августа в парке Изумрудный. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Цена на мед, в отличие от других продуктов, если и поднимется, то незначительно, уверяют пасечники. На медовой ярмарке свою продукцию накануне представили 17 районов края. Таежный и луговой разнотравье, дягель, гречишный мед. Сорта разнообразные. Хватит ли нынче полезного продукта всем желающим и почем нынче лакомства, расскажет Мария Костылева. Более 30 видов меда из разных уголков нашего края смогли попробовать барнаульцы и выбрать самый-самый. Медовый праздник притянул сотни барнаульцев к прилавкам. Пчеловоды отмечают, ценник не вырос. Стоимость осталась примерно на уровне прошлого года. Цена формируется, ну, во-первых, это сама работа, насколько она была сложная, какой был помор, опять же, какая была качка, хорошая, плохая. Это, естественно, и доставка, это и емкости, это и сама ярмарка, выход на ярмарку. Они не сильно выросли, если честно, потому что качки приблизительно такие же, но и у нас цены пониже. Пчеловод Евгений Афанасьев в медовом деле с 2000-х. Это почти четверть века. В прошлом году на ярмарку не попал из-за дефицита меда на пасеке. Зато в этом сезоне есть что показать. В прошлом году в наших краях меда не было практически. Была зала, сколько сильная, я даже не присутствовал на ярмарке. Был, ну, дефицит был. Дожди повлияли в лучшую сторону. Медоносы выросли очень большие. Мед в этом году хороший. Барнаульцы признаются, ежегодно посещают ярмарку и очень ее ждут. Мед здесь какой-то особенный. Это, во-первых, из наших корней, из каких-то исторических, да, поэтому просто хочется прийти и посмотреть и буквально руками потрогать. В магазине это как-то официально уже. Ну и с продавцами поговорить как-то проще получается и про мед. И меня уже узнают здесь. Медовые прилавки в медовый спас по традиции осветил митрополит барнаульский и алтайский Сергий. Кстати, Алтайский край можно смело назвать медовым регионом. Наш продукт любят везде, не только в Сибири, но и в других регионах России. Алтайский край традиционно занимает первое место в Сибирском федеральном округе по переработке меда. И второе место в Российской Федерации мы стабильно занимаем. В Алтайском крае достаточно активно развивается данная сфера. Около 40 предприятий у нас в Алтайском крае специализируются именно на переработке меда и пчелопродукции. Это широчайший ассортимент. Помимо Барнаула медовые ярмарки прошли в Заринске, Бийске, Рубцовске и Славгороде. В краевой столице она еще действует до конца месяца. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. В ближайшие выходные 17 и 18 августа на территории стрелкового клуба «Магнум» недалеко от поселка Комсомольского в Павловском районе пройдет 9 этап Кубка России по стендовой стрельбе в дисциплине «Спортинг Компакт». Организаторы соревнований – Стрелковый союз России, Национальная федерация спортинга и стрелковый клуб «Магнум». Участвовать в соревнованиях планируют порядка 150-200 человек. За два дня спортсменам предстоит отстрелять по 200 мишеней. Турнир проводится на 8 площадках. На каждый участник стреляет по 25 мишеней. Мишени на площадках тоже разные. Стандартные, мини, меди. Есть даже мишень «Заяц». Напомним, «Спортинг Компакт» – дисциплина, приближенная к охотничьей стрельбе. Все полеты мишеней имитируют полеты дичи. Можно считать, что в течение двух дней соревнований будет определен лучший охотник России или стрелок. Церемония открытия – 17 августа в 9.30. Начало стрельбы в 10 утра. И на этом у меня все новости. Я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. И до встречи в эфире. Продолжение следует...